В Самаре продолжают выявлять нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно эту работу проводят при участии Департамента транспорта, представителей перевозчиков, народных дружинников и сотрудников полиции. Еженедельно проводят до 80 рейдов. Богдану Терилляцкому сегодня повезло, за нарушение отделался предупреждением, поскольку оно было устранено на месте сразу после замечания. Почему маску сразу не одеваете? Она же у вас есть. Я сначала ее одел, потом... Ну то есть пренебрегаете правильно? Средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Или как? Нет, почему? Ну, получается, что... По внимательности лишь раз. С сентября прошлого года, когда к рейдам подключились сотрудники полиции, оформили 926 административных материалов. С начала года на антимасочников составили 789 протоколов. За последнюю неделю выявили 63 нарушителя. За несоблюдение противоэпидемиологических мер пассажирам придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Если будет зафиксирован рецидив, то в этом случае может грозить штраф до 50 тысяч. Есть и случаи, когда, говорю, повторно привлекали. Это говорит о том, что человек сознательно, он не хочет носить эту маску. Настолько не хочет, что даже попадается вновь и вновь нашим рейдовым группам. Несмотря на то, что продолжает действовать постановление губернатора о режиме повышенной готовности, несмотря на то, что в усиленном режиме продолжаются межведомственные рейды, охватывающие все маршруты и автобусные, и трамвайные, и троллейбусные, и станции метрополитена. Вот максимально доносим до всей аудитории нашей, до всех пассажиров, о необходимости носить маску в салонах общественного транспорта. Перевозчики, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и выдают средства индивидуальной защиты. Кроме этого, перед выходом на линию дезинфицируют и моют подвижной состав, следят, чтобы во время рейсов исправно функционировали рециркуляторы воздуха. Представители транспортного предприятия призывают самарцев не портить себе настроение перед новогодними праздниками и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Необходимо надевать защитные средства и не забывать их, не снимать до окончания поездки, потому что все-таки праздники, мы все понимаем, все готовятся к этим предпраздничным дням, и никто не хочет заболеть. Поэтому ничего сложного не составит то, что себе взять маску надеть и своему ребенку в том числе. Мы, конечно же, детей не высаживаем из транспорта, потому что понимаем, что холодно. Не забывайте инструктировать своего ребенка о том, что он должен быть в транспорте, в маске и оплатить свой проезд. Жителям города еще раз напомнили, что ношение маски в общественном транспорте обязательно для всех пассажиров, вне зависимости от наличия сертификата или QR-кода о вакцинации от COVID-19. Индивидуальные защитные средства необходимо надевать перед входом в салон. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Надежда Зайцева регулярно пользуется общественным транспортом, периодически делает замечания пассажирам без маски. Сама никогда не пренебрегает средствами защиты органов дыхания. Говорит, что ей так комфортнее. Ну, во-первых, чтобы не простыть, а потом и чтобы не заразиться, хоть я и привелась, и ревакцинировалась. До особого распоряжения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции контроль продолжится в усиленном режиме. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Максим Магомедов, Николай Сидоров.